всем привет привет добро пожаловать волокна пару сейчас мы вам покажем наш день это уже конец дня мы покажем ольга ростиславовна сегодняшний наш повар мы готовим вот такие голени в маринаде это маринад santa marina santa marina это не итальянская фирма а шведская оказывается в этом маринаде уже куча всего есть там на основе воды и яблочного сока там есть уже и карий и кумин и орегано и кориандр и перец чили и соль и соль там все уже есть но мой первый раз используем этот маринад посмотрим как все получится это моя порция голени промыты высушены бумажными полотенцами и вот так вот натертый на год обвалены им так хорошо а маня с басей прямо изнемогают они уже в очереди как на iphone 7 следующее что мы будем делать это креветки но сначала надо разморозить но может мы сразу а можно их чуть-чуть это в горячую воду опустить хорошо да ты давай со своими голями очень вкусно пахнет ну просто вообще такие блестящие маня нанюхалась этих голени и пошла кушать свою еду на подоконник ой как она ест красотка наша вот сейчас очень хотелось чтобы вы ощутили аромат это уже час прошел запах просто нет нереальный все животные в шоке сегодня убираем летнюю обувь и разбираемся в остальном в остальном это все кстати вы все время спрашиваете что у нас за фотографии ну вот фотографии вот такие фотографии это мы на банкетах на поездках разных и вот еще тарастинка вон анька какая была раньше да а вот анька тоже с какими-то ангелочками на банкете ну в общем мы разбираемся да это вот они на коробочке ну мы не только убираем летнюю но мы разбираемся нам же надо разобраться оправдывайтесь оправдывайтесь а это я вот расставила свои по коробочкам по родненьким не сказал просто мы в начале дня не поздоровались а просто начали снимать уже как будто не прощаются как будто все продолжает да но как вы видели мы и ну конечно же покушали и все разобрали мы сегодня прихожую разобрали и вообще гигантскую работу провели готовимся к нашему ремонту семимильными шагами это был сарказм ну и продолжаем отвечать на вопрос и как обещали сегодня вопрос от ирины гордеевой оля а если у вас поклонник и как вы относитесь мужскому вниманию и не исключаете ли вы возможность стать замужней дамой или вы считаете что это уже не нужно я считаю что это уже не нужно и давно скучно все это вы знаете на самом деле вопрос от марины марии архангельской если бы вы не жили в москве хотели бы туда попасть при том при всем что был бы маленький бюджет стали бы копить на поездку ну я бешеный фанат москвы бешеный просто и я когда закончила институт и поехала работать в алмату ну город из которого я приехал я вот не считаю алмату своим родным городом хотя прожила там пятьдесят восьмого года ты что-то делала с ручкой да я чувствую что-то не так продолжайте и в семидесятом году поступила в институт то есть вот сколько двенадцать лет да и потом я работала с семьдесят пятого по восьмидесятый год там в алматы и все равно я не считаю этот город своим родным понимаете мастера секса мастера секса давай сниматься у меня в москве бабушка с дедушка папа у меня сам из москвы бабушка с дедушка здесь живут меня возят постоянно в эту москву я родилась в москве в общем я очень любила москву и когда я закончила институт и приехала в алмату работать я не переводила часы у меня всегда было московское время все знали что у меня московское время на часах разница была 3 часа тогда тогда не было перевода на это зимнее летнее время и и вот при каждом удобном случае я летела в москву все отпуска я проводила в москве мама мне все время говорит что ты за границу не едешь вот можно устроить никакая за границу мне не нужна была я летела в москву поэтому конечно я бы копил а ты я живу в москве с самого детства я знаю этот город уже вдоль и поперек может быть улочки какие-то не знаю потому что главное она не знает название этих улиц не я не знаю название она путает постоянно сокол с сокольниками октябрьскую с октябрьским полем я не помню название ну что же за человек то такой но вы знаете вот я очень я очень люблю этот город я очень люблю масштабность этого города и вот задавать такой вопрос мне мне очень мне крайне сложно ответить на этот вопрос потому что я не представляю своей жизни без этого города Москва для меня это какой-то знаете такой некий стандарт качество города во всем мире вот это помпезность вот этот размах вседоступность огромное количество людей безграничный опыт общения ну вот вот все что есть в москве и я все города которые посещаю я все города сравниваю с москвой поэтому для меня сложно сказать стремилась ли я в этот стремилась ли бы я в этот город но скорее всего да потому что мне всегда нравилась вот эта вот бурность москвы думаю что стремилась бы потому что даже москва мне кажется очень маленькой и тесной а если бы я выросла это правда в какой в каком-то городе меньше москвы то ну я бы точно точно бы стремилась вот в такой большой город чтобы ощутить вот этот именно масштаб и широту причем знаете вот в каждом возрасте в москве можно что-то взять для себя москва как мастера маргарита да он вот настолько для любого человека мне кажется ну в общем вы как вы поняли что мы действительно любим москву а не просто здесь живем вопрос от галины коровкина последний вопрос когда же уже закончатся эти сложности с питанием скоро ли вам разрешат кушать нормально кстати говоря нам сегодня задали вопрос на видео почему мы вот так питаемся да кто-то забрел на наш канал впервые мы вас приветствуем у нас большая просьба к вам к нашим постоянным подписчикам к нашим постоянным зрителям и друзьям если вдруг если вам не сложно если вдруг вы видите какие-то такие комментарии от людей которые только попали на наш канал и еще не понимают что как где то если вам не сложно напишите там что у нас там с зубами что-то происходит поэтому мы так едим или там почему Аня так странно разговаривает напишите почему Аня так странно разговаривает потому что я не знаю что вы там все время языком делаете потому что ну если честно уже за три месяца уже стольким мы ответили и в стольких видео ответили что мы уже три месяца этим занимаемся ну два месяца два месяца окажется что три месяца уже уже столько мы раз отвечали на эти вопросы что ну уже время терять на видео на них как-то не хочется ну вот если вам не сложно мы 23 числа в пятницу идем к доктору значит у меня еще вот здесь все таки отек есть и там внутри под языком это вот мягкая ткань она вся еще такая пузырем здоровым Аня посмотрела и говорит ой ужас какой еще это не ушло но не болит? нет, не болит уже никакого криминала нет я думаю что меня отправят на какое-то время долечиваться ну в смысле чтобы все там совсем уж успокоилось а у Анютки то еще будет одна операция и уж ей то точно не разрешат еще потом долго ездить я сейчас видите хрумкую чипсами потому что я понимаю что не скоро я еще похрумкаю то чипсами хотя врач мне сказал что буквально через месяц я буду себя ощущать примерно так же как и вот сейчас вот этот месяц еще тоже прожить? да еще надо будет прожить то есть я буду продолжать ходить с капой если вы заметили у меня здесь черненькая образовалась это как бы дырка между десной и капой и там ничего нет я буду продолжать ходить с капой может быть мы сменим капу я не знаю потому что она уже такая желтая может и нет посмотрим но мне кажется что несколько дней после операции может быть недели две я не смогу одевать даже капу потому что будет очень больно и вот мне уже хотели 23-го операцию назначать я решила сначала посмотрим может на понедельник уже назначены вот Вот, а у нас очень мы надеемся, что завтра натикает 4 тысячи на нашем канале, вот на этом, где мы сейчас находимся. И мы будем поздравляться с вами. И Анька говорит, давай вам пельмени поедим все-таки. Представляем тебе. Ну, не знаю, как мы это сделаем. Сегодня она вот эту курицу... Со сметаной и кетчупом. Сегодня она эту курицу ела, там маленькие кусочки отрезала. Курица была просто... Знаете, чего к ней еще не хватало? Немножко кефирчику к ней не хватало. Хрена к ней не хватало. Ой, а у меня оказался соус к креветкам. Ну, такой острый. Я прям вообще... Причем я на то количество креветок, которое было, одну треть соуса-то вылила, потому что там на килограмм-полтора любого мяса, как это, рассчитано. И я просто вообще еле-еле... Хорошо, что был кускус, который в себя как бы все это впитывал и немножечко попреснее делал. Но все равно очень острый соус оказался. А у Ани совсем не... Но вкусный, хороший соус. Нашу благодарность. Давай. Я сегодня благодарна за вкусную курочку. И за то, что у меня сломалось два ногтя. И я обрезала себе ногти. Прошло три или четыре месяца. Три месяца, по-моему, прошло с того момента, как я нарастила себе ногти. И вот, наконец, они начали обламываться. Дошло до моих. Не совсем, да, уже вот дошли? Ну, практически. Еще чуть-чуть осталось вот здесь, да. Ну, все, сейчас они в живую. Вот мои ногти. Теперь я с короткими ногтями. Этот совсем сломался. Поэтому он в пластыре. Главное, больно сломался под корень. Ну, я все равно благодарна, что я теперь такая вся свободная. Ой, а я сегодня благодарна. Ну, кроме того, что мы все-таки поразбирали вещи, я очень хотела этого и очень долго Аню настраивала на это. Вот. А я еще благодарна за то, что я сегодня прочитала, что наше коммунальное хозяйство обещает в течение пяти дней включить отопление по всей Москве. С сегодняшнего дня начинают уже отапливать детские сады, больницы, ну, как обычно, да. И в течение пяти дней все-таки, может быть, мы в тепле будем жить. А что вот эти последние две ночи-то совсем колотунные были. Все равно мы с Баси спим с открытым окном. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, что сегодня порадовало вас. И напишите, пожалуйста, когда у вас включится отопление, какая у вас погода и что вы ожидаете. Как вы считаете, будет осень и зима холодной или теплой? Кто что читал, да, поделитесь. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.